Дипломат, воин, святой. В Хабаровск прибыли мощи благоверного князя Александра Невского. У трапа самолета святыню встретил глава Преамурской митрополии. Он принял ковчег из руки его хранителя, иеромонаха Иова. Краевую столицу мощи принесены в рамках Восточного Крестного Хода. Он проводится по благословению Святейшего Патриарха Кирилла. Молитвенное шествие началось в Екатеринбурге. Святыня посещает города Урала, Сибири и Дальнего Востока. Событие связано с юбилейной датой. В этом году страна отмечает 800-летие со дня рождения благоверного князя. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Пока машина с ковчегом едет из аэропорта, его уже ждут у храма Александра Невского. Он становится первой точкой посещения. Для хабаровчан событие особенное. В честь великого князя названа церковь, с которой в годы войны началось возрождение православия на Дальнем Востоке. Семь лет назад она сгорела дотла. ПЕСНЯ Святое место удалось отстроить заново всем миром. ПЕСНЯ Надеюсь, что это послужит нам и уроком потери храма, и торжеством православия, возрождением. У Бога все разумно. И то, что мы восстановили храм именно в год его 800-летия, это тоже никто специально не подплаживал, никто специально пятилетки не писал. Но так сложилось, Богу было так у Бога. ПЕСНЯ Молебену святыни отслужили в храме в честь сына великого воина и дипломата Даниила Московского. А в церкви Александра Невского сейчас идут строительные работы. Освящена она будет 12 сентября, в день памяти благоверного князя. Субтитры создавал DimaTorzok Мощам благоверного князя поклонились защитники краевой столицы. Ковчег был доставлен в 104-ю войсковую часть. ПЕСНЯ Ее бойцам Александр Невский известен ратными пудвигами. Из всех сражений, в которых участвовал, полководец не проиграл ни одного. Митрополит Артемий рассказал военным о том, почему святой оказался непобедимым, в частности, в бою со шведами. ПЕСНЯ 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 ПЕСности ПЕСНЯ represent ПЕСНЯ Вы заботитесь о нас, сказать вам огромное спасибо за то, что вы дали нам возможность помолиться нашему святому, который охраняет нас, именно нас, военносужащих. Поклониться святыне пришли не только военные, но и жены, дети. Каждый получил подарок – небольшую икону Александра Невского. Дальневосточники смогли поклониться мощам и в главном соборе края – Спасо-Преображенском. Решено было каждый день перед святыней совершать молебны с тем, чтобы верующие смогли вознести прошение в удобное для них время. Также здесь состоялась служба, в которой приняли участие три архиереи. Возглавил литургию глава Преамурской митрополии. С ним, Александру Невскому, помолились епископы Ванинский, Переяславский, Амурский и Чикдамунский. Мы знаем, что тогда Россия была же борима со всех сторон, неприятелями, была под Игом, Татар-Матгорского Ига. Но, видя эту великую силу и понимая, что в России нет еще этих сил освободиться, Александр Невский избирает простую дань и в то же время 40 битв и ни одного поражения против немецких, шведских и литовских орденов рыцарей, которые хотели уничтожить веру православную, которые хотели изменить духовную основу русского народа. Прозорливо, видя то, что если мы отстанем веру православную, то народ укрепится, объединится и сбросит и эта Ига Татара-Матгорская, при котором на духовную основу не претендовали, а только на дань. Мы надеемся, что этот юбилейный год и принесение мощей даст веру всем верующим нашей страны, ну и позволит нам задуматься о главных ценностях нашей жизни. Для вас, Александр Невский, он кто? Защитник наш, объединил руль с нашим, за что и пострадал. За монголом туда приехал, в пневмонию, в Адравине. Я военнослужащий, Александр Невский, покровитель нашим. Хотели мира, мира, сохранить нашу страну от врагов, от вот этого всего, что сейчас творится. Поскорее какая-то стабильность. Сейчас одновременно проходят четыре крестных хода, посвященных Александру Невскому. Исторические, по местам, связанным с жизнью благоверного князя. Молитвенное шествие по территории Союзного государства России и Белоруссии. Также ковчеги со святынями переносятся южным и восточным крестными ходами. Последний, в рамках которого мощи доставлены в Хабаровск, является самым продолжительным. Он вбирает в себя маршрут в 17 тысяч километров. Праздникам! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Непростая эпидемиологическая ситуация внесла свои поправки в график пребывания мощи Александра Невского в Хабаровске. Изначально в краевой столице планировалось совершить со святыней общегородской крестный ход. Однако правящий архиерей в итоге благословил не пеший, а автомобиль. Ах, и благословил путь шрева твоего, яко спасся, родила и седушь нашу. Во главе колонны машина, в которой находится святыня. В ней в течение всего пути священники читают акафисты благоверному князю. В них отражен путь святого от отрочества до самой кончины. Просим его помощи, чтобы он своими святыми молитвами оградил наш город. Прежде всего, конечно, здесь моровое поветрие, коронавирусное поветрие, что больше всего нас сейчас беспокоит. Ну и какие-то нестроения, если какие-то бывают, чтобы люди жили в мире в согласии, в радости, чтобы приуспевали в своих каких-то делах земных, ну и о Боге не забывали. Верующие объезжали город с молитвой, останавливались в храмах Краевой столицы. В каждом люди могли приложиться к святыне, ведь не все желающие смогли приехать в Спасо-Преображенский собор. Песня «Святый, благородный княжек Александр» Это чудесное такое событие, и чувствуешь единение, единение со всеми, что ты во Христе. Мне кажется, эти чувства сложно передать, их можно только почувствовать. Потому что мне нравится, когда крестный ход идет с Богом, все это ближе и ближе. Опять же, для спасения души, чтобы сейчас еще такая обстановка в стране, это пандемия, чтобы все-таки русский народ победил эту заразу. Так же, как и наш великий князь Александр Невский побеждал врагов. На следующий день в Хабаровске состоялся прощальный молебен. После него святыня в сопровождении автомобилей ГИБДД отвезена в аэропорт. Хранитель мощей должен доставить ковчег на Сахалин. Оттуда путь восточного крестного хода ляжет во Владивосток. Чтобы была любовь, хабаровчане вознесли прошение покровителям семьи. Молебен состоялся у памятника святым Петру и Феврония. Обычно таковым заканчивается крестный ход на их праздник. В этом году из-за коронавируса молитвенное шествие провести не получилось. Слава Богу, люди пришли. И те, кого мы всегда видим в крестном ходе в День Петра и Февронии, новые лица. И это хорошо. Это значит, что праздник этот народный. А молиться есть о чем. В прошлом году в Хабаровском крае было заключено чуть более 8 тысяч браков. А развелись 6 тысяч супружеских пар. Прошение у памятника Петру и Февронии возносит руководитель молодежного отдела епархии. Отец Алексей занимается в том числе и проблемой с семьей. В течение нескольких лет проводит тематические беседы в учебных заведениях. Молодые люди, очень мало думают о семье, практически себя не готовят к ней. Готовят себя к профессии, к какому-то пути в этой жизни. Но понятие о том, кто такой папа, кто такая мама, муж и жена, какие отношения в семье должны быть, как мы к этому должны идти и к чему мы должны прийти, и от этого на самом деле в основном все проблемы. Не только от молитвы зависит, как ты живешь в семье, от тебя же лично тоже очень многое зависит, каков ты, какая ты жена, какая ты подруга к своему мужу, какая ты хозяйка в доме, какая ты мать для своих детей. В том числе о детях, о том, чтобы воспитать. О всех, о родителях, о братьях, много родственников, чтобы у всех жизнь пошла к Богу, чтобы не просто все было хорошо, но и чтобы вера была. Помогает, как батюшка сказал, иметь терпение, иметь терпение, не метаться, не отчаиваться, а иметь спокойствие, иметь уверенность в Божьем промысле. У Петра и Февронии тоже не все было гладко. Бояре пытались разрушить их брак, предпринимали то одну, то другую уловку. Однако любовь с Божьей помощью победила. Теперь заступничество князей просят тысячи людей. Памятники кема открываются в разных городах России. Хабаровск не стал исключением. Этот монумент был освящен в 2016 году. Святые держат пару голубей, которые являются символом семьи и мира. Что нужно знать батюшкам? Выпускной состоялся в самом загадочном учебном заведении края Хабаровской духовной семинарии. Среди тех, кто успешно сдал экзамены, есть и священнослужители, и те, кто не в сайте. У меня техническое образование. Первое образование, высшее. И, конечно же, это совсем другое. У меня склад ума математический. И я не знаю, как другим, но мне это очень было трудно. Потому что нужно было много знать. И нужно знать всяких фамилий, дат, цитат. Отец Георгий поступил в семинарию, когда ему было за 50. Учебу на заочном отделении пришлось совмещать с трудами на приходе. А получать образование здесь непросто. Студентам нужно освоить несколько десятков предметов. Так, в программе китайский, греческий, латынь, церковнославянский и, конечно, русские языки. Догматическое богословие, патрология, литургика, несколько видов истории, церковное искусство, правоведение. Наверное, если бы мы заранее не прошли путь, когда он стал священником, сначала диаконом, потом священником, то, наверное, было бы очень трудно. Но уже, когда вот мы смирились, притерлись, и я смирилась, мне пришлось много смиряться. Когда он батюшкой стал, тем более он очень ответственный. Он здесь в работе, в служении, и семью старается окормлять. И когда вот этот путь прошли, и вот это образование, даже я пыталась ему помогать. То есть, ну, это была наша цель, то есть, я помогала, ну, иногда бывало, вот, как бы чисто технически, где-то что-то, допустим, оформить, ну, работы сделанные уже, допустим, он мог попросить меня, допустим, в орфографии пробежаться там, допустим, ну, скомпоновать. Ну, и то он, как бы, в основном все делал сам. У меня ум, допустим, он логический, и здесь не все логика, потому что и Бог, он сам тоже нелогичен. Потому что мы привыкли, люди, к логике, что у нас вот из этого должно вытекать вот это, но в духовном мире так не всегда так происходит. Вот, и это, к примеру, допустим, вот если зло, то оно должно быть обязательно наказано, да, то есть логически, или добро должно быть вознаграждено. Но в духовном мире иногда происходит совсем противоположное. Допустим, некоторые разбойники, которые должны быть наказаны, они вдруг становятся на путь спасения и становятся людьми, которые вознаграждены. Вот, и таких много примеров. Моисей Мурин, да, которые были разбойниками, и потом мученический венец приняли, и вознаграждены их стали мучениками. В этом году в семинарии более 40 выпускников. Среди них и те, кто учился очно. Молодые люди прошли особую школу. ВУЗ является закрытым заведением. Жесть здесь похожа на уклад военных училищ. Есть расписание. В него входит подъем, отбой. Наличие тишины проверяет дежурный преподаватель. Для меня самое сложное было, наверное, проходить все пять лет в строгом режиме. Только наоборот закрепляет человека, укрепляет его, закаляет его в каком-то плане. Поэтому оно дает посмотреть на себя, на свои какие-то слабости, на других людей посмотреть. Ну, то есть, снисходительно относиться к своим, да, сокурсникам. Помню еще, мой духовник еще говорил о священнослужении, о духовном образовании, что как в монастырях есть три года искусства перед постригом монахи, да, чтобы человек почувствовал его это или не его. Так же вот семинария, в которые, конечно, нужно поучиться очно. Здесь образ жизни. Священникам невозможно попробовать быть, да, тут в монастырях может быть больше такой возможности, да, немножко попробовать быть монахом еще до пострига. Но, тем не менее, максимально приближенные условия, да, все-таки ребята смотрят на жизнь священнослужителей, общаются с преподавателями, священнослужителями. И, по крайней мере, процентов на 50, ну, уже какое-то представление имеет, что их ожидает и могут решить, туда ли они пошли, да, это ли дело их в будущей жизни, уже какое-то более взвешенное решение будет. Выпускникам присвоена квалификация бакалавра по направлениям теология, а также подготовка служителей и религиозного персонала православного вероисповедания. Образование позволит тем, кого священно начали и прихожане сочтут достойными, принять сам. Но решение это непростое. Вот как воинская присяга и измена этой присяги влечет наказанием от командиров, от начальства военного, то наша присяга, она превосходит эту земную присягу. Мы должны с большой ответственностью, я бы сказал, со страхом Божьим относиться к этому шагу в вашей жизни. Старайтесь поднести Богу жертву живую, то есть самого себя, ради Христа и ради пасты, которая будет вам верить. А далее, конечно, хотелось бы послужить на благо церкви, на благо общественных людям, привести хоть как-нибудь немногих к Богу. Я очень благодарна семинарии всем священству, и действительно, мы, наверное, нас объединяет, когда Христос. Меня Господь призвал, слава Богу, за это, что был определенный момент в моей жизни, когда благодать посетила. И действительно, я встал на этот путь, и уже думаю, с Него постараюсь не свернуть, потому что это стоит многого, и ради этого стоит умереть. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»